На прошлой неделе у посольства США в Ла-Пасе сработало взрывное устройство. Двое морпехов ранены, также пострадал прохожий. Спустя два дня источник ЦРУ в Центральной Боливии прислал нам эти фотографии. Наши аналитики опознали человека на фото. Это агент Рикардо Рики Сандаваль. Мой друг. Сандаваль шесть лет занимается... занимался местными производителями кокаина. Мы считаем, что Сандаваль был целью этого взрыва. Что не смогла сделать бомбу у посольства, они довершили лично и с пристрастием. Сандаваля схватили, пытали и убили. Затем тело выбросили. Нам нужно... нужно его забрать. Наша цель – группа, ответственная за взрывы посольства и смерть спецагента Сандавали. Это нарко-синдикат, который называется «Картель Санта-Бланка». Вчера это были наркоторговцы. Сегодня они нарко-террористы. Правительство противостояло мексиканскому картелю. Сформировали единство, боливийский отряд спецназа. Но все пошло не вредно. Затем были тысячи убитых. Политики, военные, журналисты оказались под угрозой. Боливийское правительство вырыло себе могилы. Новому президенту пришлось заключить сделку с Санта-Бланкой. Вы перестаете убивать наших, а мы не вмешиваемся. Санта-Бланка превратила Боливию в центр южноамериканской наркоторговли. С помощью друзей в Мексике они проложили канал США и канал. Санта-Бланку надо уничтожать по частям. Это единственный способ. Операция за операцией, пока не доберетесь до главаря. Производство, контрабанда, безопасность и влияние на вершине. Босс-босс. Это самая большая шишка. Мечтать.